Первыми, как и положено, проверку прошли котельные, которым предстоит отапливать учреждения образования, культуры и здравоохранения. Вся техника почти готова. Не везде только готовы люди, которые будут эту технику обслуживать. Глава города поставил задачу за считанные дни – обучить персонал и подготовиться к визиту технодзора. Паспорт готовности мы не получили в прошлом году из-за вашего разгильдяйства. Если в этом году, я еще раз говорю, что у нас была масса невыполненных предписаний Ростехнодзора, и из-за этого мы не получили. Мы вошли в пятерку районов, разгильдяю. Ну это беда, понимаете? Что касается готовности отапливать жилые дома, в целом в каждом из четырех районов города отчитались о том, что работы почти завершены. И если в предолимпийский период при подготовке к зиме в каждом районе было до 40 проблемных точек, сегодня их не больше трех. Одна из таких – жилые дома на территории форелевого хозяйства, которые ведомство должно было передать в муниципальную собственность, но не успели вовремя подготовить техническую документацию. Имущество, которое находится на предприятии, является федеральным. И есть 426 распоряжение Росимущества о передаче данного жилья в муниципальную собственность, где указано руководителю предприятия данное имущество передать. Теперь руководство племенного завода заявляет, что топить всю зиму 290 абонентов для них непосильно дорого, а топительный сезон обойдется им в 3,5 миллиона рублей. Решение о принятии жилого фонда в казну города только исключительно тогда, когда пройдет сессия городского собрания. А этому способствует акт приемки передачи. Правильно я говорю? Если нет этого решения, жилье остается ведомственным. Вы обязаны будете это жилье содержать до тех пор, и топить, и содержать, и воду давать до тех пор, пока муниципалитет у вас на законных основаниях не возьмет. Разбираться в этой проблеме теперь будет прокуратура. Но, как заявили на совещании, каким бы ни было решением, тепло в дома осочинцев должно поступить вовремя и в полном объеме. Галина Захарова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.